В Тюменском медицинском университете отгремел выпускной, правда, в этом году в необычном формате, с подробностями Анастасия Лизаревича. Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь честно исполнять свой врачебный долг. Клянусь! 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 Впервые в истории Тюменского медицинского университета клятву врача дают дистанционно. В связи с пандемией выпускной, как и все экзамены, организованы онлайн. Поздравления и напутственные слова от руководства вуза, педагогов и наставников – все по доброй традиции, но в новом формате. Шесть лет обучения такого сложного, трудного, они, конечно, должны увенчаться праздником. Все абсолютно наши выпускники, их более 500, справились с выпускными экзаменами и с честью выдержали эти испытания. Выпуск этого года особенный. 59 человек – обладатели дипломов с отличием. Их вручили в торжественной обстановке по всем правилам безопасности – на улице, в масках и соблюдая дистанцию. Мне хотелось помогать людям, приносить какую-то пользу обществу, и поэтому я выбрала профессию врача. Получив диплом, я планирую выйти, работать в первичное звено, участковым терапевтом. Данная профессия меня привлекает тем, что она многогранна, подразумевает лечение множества различных заболеваний, работу с людьми, работу над собой. Новое поколение врачей, провизоров и медицинских сестер пополнит ряды работников регионального здравоохранения. Выпускников ждут в медучреждениях Тюмени, Югры, Ямала и Курганской области. Мы ждем вас в поликлиниках, на станции скорой медицинской помощи, в наших стационарах. Я желаю вам больших творческих успехов, профессионального роста, чтобы вы максимально получали удовлетворение от каждого рабочего дня, проведенного в нашем Тюменском здравоохранении. За плечами шесть лет теории, практики и научной работы. Надо отметить, что в период пандемии коронавируса многие выпускники медицинского университета вышли на помощь тюменским докторам в поликлинике. И этим доказали свою готовность и большое желание работать. Анастасия Лизаревич, Тюменская служба новостей.